Привет, друзья! Сегодня поговорим о том, зачем нужны бра, где их можно вешать, где их вешать не нужно. Итак, основное правило, у которого, конечно же, есть исключения, и происходит это довольно часто, но все же, это то, что бра вешается на высоте 180 сантиметров от пола. Для дизайнерских, эксклюзивных бра, высоких, тонких, это правило, как правило, не работает. И в таких ситуациях нужно смотреть непосредственно на объекте, на какую высоту его разместить. Далее пройдемся по помещениям. Что касается гостиной. В гостиной над диваном, как правило, вешается 2 или 3 бра. Размещать их нужно на высоте от 140 сантиметров. Иначе, в противном случае, гости, либо домочадцы будут биться головой об осветительные приборы, что не есть приятно. Бра также можно разместить по бокам от картины, от зеркала, от входного проема, от телевизора. Во всех этих случаях бра вешается на высоте 180 сантиметров от пола. Далее разберем спальню или гостиную. В таких помещениях, как правило, используется бра для чтения. Для чтения они вешаются либо над тубами, либо над изголовьем кровати. Если монтаж бра над изголовьем кровати, мы используем высоту 140 сантиметров. Если над прикроватными тубами по бокам, 120 сантиметров от пола. И если это просто бра, который не несет за собой функциональной нагрузки для чтения, используем мы его только для декоративных целей, используем наше основное правило, это 180 сантиметров от пола. Я хочу дополнить, что все эти правила работают очень условно, так как мебель может быть совершенно разных размеров и высот. Нужно обязательно перед выводом электрики знать высоты всех элементов мебели, то есть прикроватных тумб, либо изголовья кровати, так как они могут быть совершенно разные, совершенно разной высоты. Дальше разберем такое помещение, как кухня. Как правило, в кухне бра вешается над столом. Если над столом у нас находится пустая стена, можно, как вариант, разместить бра в виде композиции. 3, 4, 5 штук в каком-то хаотичном порядке, либо в одну линию. В таком случае действует основное правило, вешаем бра на высоте 180 сантиметров от пола. Над стульями бра лучше не размещать. Еще один отличный вариант размещения бра – это зона над фартуком. Если ваш кухонный гарнитур не предусматривает верхних шкафчиков, то эта зона будет прекрасна для освещения рабочей поверхности. И последнее помещение – это ванная комната. Тут, как правило, вешается зеркало, и по бокам от зеркала мы размещаем бра. Высота размещения бра – 175-180 сантиметров. Реже бра используется над зеркалом. В таком случае нужно посмотреть сначала на высоту самого зеркала, и только после этого выяснить для себя высоту размещения бра. Основной вывод, который я хочу сделать после всего вышесказанного – это то, что каждая выведенная бра должна иметь свое функциональное назначение. Это может быть бра для чтения, для подсветки чего-то, для декоративного освещения, но функцию оно обязательно должно нести. Либо в противном случае оно просто будет лишнее и ненужное. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы всегда рады вашей компании. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok